Есть ли какие-то тенденции, есть ли за ней будущее, и как бы на чём мы основываемся, на таких фактах всё это основано, в чём история её? Используемся в носологии инфузионной терапии, в основном мы говорим про жидкости и про внутривенно-инфузионную терапию, когда используются инфузии либо или плюс-синотропы, когда устанавливаются параметры гемодинамики определённые. Основная цель – это улучшение доставки кислорода к тканям, то есть DO2. Мониторинг, масса различных аппаратов используется, у нас были любые, все мы пробовали из них, одних остановились, некоторые сейчас меньше используются. Ну как бы основные принципы – это либо обсчёт кривой прямого измерения артериального давления с индикатором, либо без индикатора, эзофагиальный пищеводный доплер, обсчёт потока крови, реографический метод биомпеданса, и старый добрый катетер сванганца, который сейчас уже практически не используется у нас, по крайней мере. Всё пошло с 1988 года, с публикации Шоумейкера или Шумахера. Пациенты высокого риска рассматривались и гипотизировалось то, что у пациентов больше шанс выжить, если как бы устанавливается высшая доставка кислорода к тканям. То есть было такое выработано понятие, как кислородный долг, что приводит к кислородной тканевой гипоксии и в дальнейшем к смерти. И оптимизация гемодинамики считала, что если установить целевые параметры, как бы они сверхнормативные или супранормальные доставкой кислорода, то это приведет к улучшению доставки и к последующему, к лучшему исходу. Ну и это была сенсация в то время, когда сравнивали с контрольной группой, летальность была 34, там 32, 25, 29 процентов, а исходная летальность в первой серии до 80-83 года была 12, а в 83-84 уже 4 процента. То есть это такие были совершенно удивительные цифры, которые в дальнейшем довольно часто критиковались, как малореальные. Ну и после этого последовало, естественно, водопад исследований. Всем захотелось тоже это попробовать, проверить, у всех это получалось. И множество, как бы вот здесь приведено 6, но это такие основные рандомизированные исследования. В 2003 году в Джаме снижение смертности у пациентов высокого риска. В 2002 году в анастезиологии снижение длительности нахождения в госпитале. В 2002 году опять же в анастезиологии опять снижение длительности нахождения в госпитале и количество послеоперационных осложнений. В 2005 году снижение осложнений и опять же длительность нахождения в госпитале. И в 2011 году также улучшение параметров у пациентов с пластикой тазобедренного сустава. Все они показали лучшие исходы, меньше длительность нахождения в стационаре, частота осложнений, но, как правило, все они проводились в одном центре. И небольшое количество пациентов в группе в этих исследованиях. Последний обзор 2013 года, который был метаанализом и в предыдущих исследованиях, показал, что консенсус в том, что использование протоколов целевых программетров гемодинамики приводит к снижению смертности в подгруппе сверхвысокого риска и только. Но также уменьшение частоты осложнений в остальных группах. Все это привело к тому, что у нас в Великобритании в 2011 году НАЙС, так называемый институт клинического совершенства, они как бы прокоммандируют или рекомендуют использовать те или иные технологии, те или иные препараты, те или иные методики. Они рекомендовали использовать пищеводного доплера. Показало, что есть доказательства, что оно снижает частоту осложнений госпитализации длительности, экономия 1100 фунтов на пациента. И сказано, что возможно использовать монитор в теорудии высокого риска. Довольно активно это продвигалось компаниями, естественно, производящими оборудование. У нас представитель сидит буквально днёй-то ночует в операционной с утра до вечера, куда от неё не сбежать. И так бы они активно, агрессивно продвигали это на рынок, эти мониторы. Интересно, особняком стоит 2014 года рандомизированные исследования из Испании, где сравнивались 142 пациента, которые поступали в реанимацию после лаборатомии. Также был выработан протокол для терапии, целенаправленной терапии. И они оценивали частоту осложнений, реоперации, летально-средительность на госпитализации. Был такой протокол, когда ориентировались на среднее артериальное давление и сердечный выброс. Если было артериальное давление ниже каких-то цифр, то использовался коллоид 10% и так далее. То есть либо коллоид, либо норадреналин, добутамин. То есть как бы выработал целевой параметр и использовался талинная методика. Но результаты показали, что единственный плюс цели ориентированной терапии был снижение частоты реоперации в группе. Не было совершенно никаких различий. Частоте осложнений, длительности госпитализации, раневой инфекции, несостоятельность астамоза и смертности. Критика этого исследования в том, что, опять же, это были различные центры. Стандартизация существовала, но были разные хирурги, разные методики. И есть ещё критика, что использовался монитор биомпендантного и реографического исследования, которые абсолютные значения довольно часто критикуются. То, что абсолютное значение мало имеет смысла. То есть, как правило, имеет значение тенденции изменения, чем абсолютное значение. То есть, тренд более важен, чем абсолютное значение. Есть другая техника, которая используется в другом исследовании. Это так называемая вариабельность ударного объёма, когда она была больше 12%, использовался болюс коллоида, ну и так далее. То есть, есть разные методики. Те или иные методики основываются на каких-то предопределённых параметрах, которые стремятся достичь. И вот в последнее время несколько исследований показали. В частности, британский журнал «Хирургии» 2013 год для плановой коллектомии у онкологических пациентов. 2013 год у пациентов использования Дуплера и онкогинекологии, и у пациентов лапароскопической коллектомии с использованием сбалансированного растворевого раствора и крахмала. Ни в одной из этих исследований не показано различия преимуществ цель-ориентированной терапии. Соответственно, ещё одно исследование 2012 года, когда сравнили цель-ориентированной терапии просто с минимальным нулевым балансом жидкости. То есть сравнили, опять же, терапию с максимально ударным объёмом и поддержали нулевого баланса. И летальности других исходов не было никакого различия в двух группах. То есть чтобы использовать дорогостоящее оборудование, чтобы просто поддерживать нулевый баланс, летальности не отличалось. Более того, 2011 года публикация в британской журнале «Носциология» показала, что у пациентов, у которых высокий аэробный порог, то есть они более здоровые, скажем, у них использование цель-ориентированной терапии повышает риск гипергидратации и улюдняет срок нахождения в стационаре. То есть у таких пациентов говорится о том, что у них возможность увеличения сердечного выброса довольно высоко, то есть на кривая с Франк Старлинга. Вы продолжаете, так сказать, на участке кривой, когда он улучшается. То есть это можно до бесконечности продолжаться, и вы просто переливаете жидкость без необходимости. Но в чём же причина этих результатов? То есть, казалось бы, после Шумахера и вот такими вот разочарованиями определенные в среде апологетов цель-ориентированной терапии, говорится о том, что стандартно улучшается. То есть невозможно сравнивать исследования, которые проводились в 1988 году, в 1990, в 2000 и в 2014 году, потому что в целях, в общем, стандартно улучшается и результаты улучшения тоже улучшаются. И это не только, так сказать, один процесс. Поскольку фиксировать мы должны на общем процессе, а не на как-то на одиночном аспекте. И та программа быстрого восстановления после хирургии – это один из, так сказать, мультимодальных подходов, в котором цель-ориентированная терапия только небольшой, представляет только небольшой сегмент. Поэтому сложно уловить улучшения, которые связаны только с цель-ориентированной терапией. То есть если улучшается общая методология, то сложно очень уловить небольшое изменение, связанное с одним аспектом. И как бы приводится к примеру, как соотношение между сигналом и шумом. То есть когда сигнал теряется в шуме, то есть все вот эти другие параметры, другие моменты, они как бы не дают уловить изменение сигнала. Поскольку этих моментов очень много, но они уже были упомянуты, поэтому терапия, гидротация, она как бы теряется в общей картине. Еще один момент, который хочется упомянуть, это информационная перегрузка. Вот наша операционная, эндоскопическая, эндохирургическая. Ну как бы мониторинг общий, включая прямое артериальное давление, плюс вентиляционные параметры, ингаляционный анестетик, плюс бисмониторинг, и плюс еще пищеводный доплер. Ну как бы куда смотреть, в тот момент глаза разбегаются, или вообще никуда не смотреть, а просто чашечку кофе выпить. То есть рассеивается внимание, и в результате ансидиолог, в принципе, уже мало реагирует на телеименные параметры тревоги. Плюс сам пищеводный доплер, он довольно чувствительный к, тем или иным изменением положения датчика. Вот этот наш ординатор легким движением руки может любые цифры сделать на мониторе, поскольку он чувствительный к положению. Прямое изменение параметров перемор артериальное давление, они тоже не застрахованы от ошибок. В частности, вот здесь показано овэдампинг, когда та или иная была причина к снижению кровотока, то есть артериальное давление как бы снижалось, но это из-за того, что не было нормального, ну, либо было положение руки неправильное, то есть конюля была перегнута, но и в то же время ударный выброс падал, хотя пациентам ничего не происходило в этот момент, просто измерение было неправильное. То есть промыли конюлю, тут же давление нормализовалось, и нормализовался ударный объем. Когда производили опрос у анестезиологов американского общества и европейского общества, что вы используете для оценки гидротации, оценки потребности в объеме жидкости, то большинство из опрошенных используют артериальное давление, диурез, клинические параметры, эстеральные минусы давления. Гораздо меньше используют сердечный выброс и так далее, порядки уменьшения, включая транспищеводное эхо и так далее. То есть, казалось бы, что мы должны делать? Выбрасывать все мониторы сейчас, раз нет никакого смысла, раз не показывают последние исследования. Скорее всего, все-таки истина где-то в середине. То есть, использование мониторов позволило нам понять, улучшило наше понимание сердечно-судистой физиологии. Мы сейчас знаем, что центральное минус давление это не маркер преднагрузки. И мы знаем, как использовать болюсы, в отличие от поддерживаемой внутривенной инфузии. Мы знаем, что центральная цель-ориентированная терапия в основном безопасна и несет выгоду у пациентов сверхвысокого риска. И мы считаем, что в настоящее время цель-ориентированной терапии должна быть не только в отношении гемодинамики, но и вся терапия должна быть цель-ориентирована. И фокусировать только на гемодинамике это слишком примитивный подход. И он должен быть мультифакторным. Спасибо. Спасибо.